Всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я хочу сделать выпуск об органической косметике. Organic Kitchen, наверное, самый популярный инстаграмный сейчас органический бренд, как мне кажется. Не сказать, что я большой любитель органической косметики, но, по крайней мере, сейчас, мне кажется, она становится наиболее популярной в Инстаграме. В частности, Organic Kitchen становится очень популяренной в Инстаграме, так как именно этот бренд направлен на подростков, на именно молодежь, скажем так. Тут, мне кажется, и ценовая политика, как бы, говорит об этом, и, собственно, название всех продуктов, и вообще формат, ну, в общем, какой-то он такой легкий, молодежный, все такое. Производитель у всех этих брендов один, Алексей Трубников. Ходят слухи, ну, даже, наверное, тоже не слухи, если в СМИ есть об этом информация, хотя, опять же, ну, в общем, из разных источников есть информация, что он ходит с жабой и талисманом на груди. В принципе, мне почему-то кажется, что от человека, который создал столько брендов органической косметики, можно ожидать нечто подобное. В любом случае, жаба это ему реально приносит успех, так как их бренд, например, Organic Kitchen, мне кажется, сейчас переживает просто огромный подъем. Конечно же, во многом, мне кажется, за счет Инстаграма, так как молодые люди, которые не могут себе позволить, или, в принципе, им еще не обязательно покупать дорогие средства за 5000 рублей и какой-нибудь крем для в области вокруг глаз, они довольствуются прекрасными милыми баночками с чудесными названиями за 100 рублей. Стоит, наверное, начать с самых популярных средств, как мне кажется, есть у меня вот такая баночка огуречных кружочков. Это маска увлажнения для лица, органический гель алоэ, свежий огурец и морские минералы. Вообще, я ее купила только потому, что... Ой, волосы, аккуратненько. Только потому, что слишком много уже о ней говорили в интернете, хотя отзывы были приблизительно такие, что, ну, маска за сотку классная вещь, прекрасно, ну, что-то там увлажняет, охлаждает. Тогда, кстати, держите ее в холодильнике и вроде как на утро, почему бы и нет. В целом, я присоединяюсь вот к какой-то такой позиции. Стоит она действительно все же 100 рублей, здесь 100 миллилитров, так что объем за цену плюсик, отлично. Соотношение цены и объема замечательное. Держать ее в холодильнике действительно стоит, так как в таком случае маска работает лучше, она как бы снимает отеки, не то чтобы прям супер классно, но так, лицо чуть-чуть приходит в такой тонус. Многие, наверное, могут сказать, что какой смысл, можно что угодно проложить холодное, и тогда отек уйдет. И в целом, я могу понять такую позицию, но это скорее для тех людей, которые не хотят прикладывать что-либо холодное в своему лицу, но к тому же еще хоть как-то так свою кожу немножко напитать. Потому что здесь в основном входит такой ингредиент, как пантенол, да, сок алоэ, и огуречные составляющие здесь тоже есть, но я ее особо так не вижу в самом начале состава. Хотя, опять же, не претендую на химико-технолога. Пахнет она зато как раз таки огурцами. Очень такой свежий приятный запах, гелевая у нее консистенция. Такую маску, мне кажется, можно использовать хоть каждый день, потому что она легкая, и вряд ли забьет поры, когда нет особо выраженных чутких проблем, и хочется просто чем-то намазаться, и есть лишние 5 минут с утра. Это тот самый, мне кажется, вариант. Но, на мой взгляд, это средство можно прекрасно заменить гелем алоэ от любой марки, просто так же поставить его в холодильник и намазать свое лицо. Так же будет оно увлажнено, и так же уйдут какие-то легкие отеки, потому что здесь все то же самое, разве что, конечно, здесь пантанол еще есть. Но, как известно, алоэ тоже имеет способность заживлять, восстанавливать кожу. Так что, если у вас уже есть гель алоэ, смысла покупать такую маску не имеет. Следующая маска, это маска после вечеринки, сос-маска для лица с соком грейпфрута и органической цедрой лимона. Вот эту маску я люблю. Она стала такой же распиаренной, как и в речной кружочке, к сожалению, но я ее любила еще до того, как она стала такой популярной. Я покупала ее, когда еще училась в университете. Я увидела ее у одного блогера. Не сказать, что она как-то особо так хвалила эту маску, она просто отметила, что вот, взяла маску, в принципе, ничего такая, хорошо работает. Там, за свои так же 100 рублей. И я тогда подумала, почему бы ее не купить. Заинтересовала то, что она соком грейпфрута. Я очень люблю грейпфрут, так что это меня порадовало. Я сразу побежала, купила ее, и все. Пользовалась я ей, наверное, чуть ли не каждый день. Мне очень нравится описание этой маски. Утро после бурной вечеринки оставило след на вашем лице. Маска СОС интенсивно увлажняет и в кратчайшие сроки возвращает коже свежий здоровый вид. Свежий сок грейпфрута содержит большую дозу витамина С, возвращает коже тонус и сияние. Но это не важно. Последняя фраза. В итоге вы выглядите великолепно и можете снова отправиться на вечеринку. Типа, ничему жизнь не учит. Просто обременно, а у нрава. Сразу видно, на молодежь рассчитана просто. Намазала маску и снова бухать. Кроме шуток, эта вещь мне очень нравится и мне к ней. Нежная чувствуется ностальгия. Она пахнет грейпфрутом. Также имеет гелевую текстуру. Ох, как мне нравится. И ее также советуют хранить в холодильнике, что я и делаю. Мне она прям больше нравится. Вот ее, конечно, на каждый день, наверное, не стоит. Все-таки там витамин С. Я, конечно, не знаю, в каком он там количестве. Но в любом случае сок грейпфрута, будем надеяться, что он там действительно есть. А мне кажется, он все-таки там есть. Может как-то раздражать кожу. И в целом от этой маски такое ощущение легкого покалывания. И какой-то такой анестезии. Когда смываешь ее, еще ходишь с таким лицом, как будто у тебя лицо в морозильнике. Потрясающее чувство. Оно мне очень нравится. И действительно, оно прям работает. Единственное, что я вообще все маски от Organic Kitchen советую наносить прям так погуще. Не зря они стоят по 100 рублей, ну, по крайней мере, эта серия. Чтобы от нее был больше эффект. Так как верхний слой очень быстро высыхает. И я заметила, что если нанести им эту маску тонким слоем, то как-то, ну, особой разницы, что до нее, что после, нет. А если прям таким густым слоем и подержать так минут 15-20, прям я немножко освежаюсь. Мне кажется, она даже со временем как-то выравнивает цвет лица именно вот в долгосрочной перспективе, не на один раз. Потому что все-таки, видимо, есть сокры и фрукты в составе, и органическая цедра тоже. Далее. Очень популярный тоже продукт от Organic Kitchen. Это шоколадный маффин. Это питательный гель для умывания. Органический белый шоколад и свежее кокосовое молоко. Вот это средство, на удивление, мне очень понравилось, хотя я вообще не очень понимаю, как оценивать гель для умывания. Говорят вообще такие критерии, что после геля умывания кожа очищена, она не стянута, после этого на кожу лучше ложится макияж и что-то еще. В первую очередь, конечно, все хвалят запах этого средства, потому что он пахнет шоколадом. Но на самом деле, когда я понюхала первый раз это средство, я сразу вспомнила, что я когда-то и в школе пользовалась чем-то от Organic Kitchen, и это пахло вот такой одушкой, так что для меня это ничего удивительного не было. Мне уже ничем не удивишь, настолько я с косметикой уже просто на ты. К тому же, запах пахнет немножко кофе, не только шоколадом. Если вы не любите кофе, как я, кстати говоря, то имейте это в виду, но в целом меня запах не очень раздражает, я готова с ним мириться, потому что гель сам по себе очень мне нравится, после него кожа прям действительно такая мягкая. Вот не зря тут написано, что он питательный. Я не знаю, как гель умывания может быть питательным, для меня это немножко никогда не укладывалось в голове, ведь питательным может быть либо крем, либо маска, что-то, что-то и оставляешь, мне кажется, на коже подольше, потому что если ты наносишь гель, ну буквально на, ну сколько ты там лицо умываешь и смываешь его, что там он может напитать, вот казалось бы. Но удивительно, кожа и вправду такая мягкая, и как будто бы вы маску подержали. Действительно, кожа после него какая-то прям более мягкая, чем от других моих гель умывания. Очень приятная, шелковистая, пахнет вкусно. Единственное, что я его очень быстро использую, мне кажется, здесь уже полбанки осталось, хотя его не стоит прям в таком большом количестве использовать. Там достаточно буквально, наверное, ну совсем чуть-чуть этого геля, потому что я его каждый раз начинаю использовать, и очень большая пяна от него образуется, я потом ее смыть не могу годами. Так что много его не нужно, он вполне экономично расходуется. Я его обязательно еще раз куплю. Также у меня есть маска «Вечеринка на Марсе». Ну, как вы видите, любят органикичное название с вечеринками. Это маска очищения для лица, красной глины и органический гибискус. Я ее купила по ошибке, потому что хотела купить вообще-то маску после вечеринки, но поскольку везде написано «Вечеринка» и что там, что там, я перепутала и купила эту, тем более они обе оранжевые. Но ничего страшного, я не сильно расстроилась, хотя я не тащусь по маскам, которые на глине, так как они могут пересушивать кожу, но мне повезло, эта маска этого не делает. Она подсушивает только какие-то воспаления, матирует кожу, и что самое приятное, она имеет такую кашеобразную консистенцию, очень приятно пахнет, кстати говоря, и это хоть маска с глиной, но она как будто бы увлажняющая. Такое ощущение, на самом деле, что она все же не глиняную маску, а какой-то мусс. Потом, конечно, она высыхает в глину, но вот самый большой плюс, что она очень медленно высыхает. Она практически, мне кажется, вообще не высыхает, если нанести ее таким нормальным слоем. Все знают, не стоит держать маску в глине до тех пор, пока она начнет трескаться на лице и разрывать кожу. Поэтому это очень хорошо, что она так долго не высыхает, такая полувлажная, но при этом работающая. Как-то так тоже освежает она кожу, но это, конечно, не главная задача, но я заметила, что тон кожи выравнивается, и в целом лицо так становится более румяным, миленьким. Не сказать, что она как-то очищает поры, мне кажется, она вообще не очищает поры, по крайней мере, мои, может быть, кто-то заметил такое, но я вообще этого не заметила, к сожалению. Хотелось бы, чтобы она еще поры очищала. Но в целом она такая, мне кажется, самая щадящая глиняная маска, которую можно использовать тем, у кого жирная кожа, и к которому нужно просто так заматировать свое лицо перед тем, как наносить макияж, чтобы ничего не блестело. Вот, мне кажется, для этих целей она прям вот отлично подходит. Следующая маска – это теорема помидора. Вот про нее я вообще ничего не слышала. Я даже сама почему-то отзывы не додумалась почитать, я просто увидела ее в магазине, подумала, странно, я почему-то ее не видела ни разу. При этом она из обычной серии. Есть обычная серия у Organic Kitchen, где все за 100 рублей приблизительно. И есть серия с блогерами. Я сначала решила, что это серия с блогерами, которая дороже, забыла сказать. Но оказалось, что нет, это обычная серия. И что, собственно, и обещает нам эта маска? Это тонизирующая натуральная маска для здорового цвета лица. Натуральные экстракты лайма и листьев томата. Несмотря на то, что здесь есть лайм, и можно было бы подумать, что эта маска, опять же, по типу маски после вечеринки, где есть сок грейфрута, она не гелевая, она вот такая вот плотненькая. Поэтому, кстати, я ее и взяла в итоге, потому что мне хотелось попробовать что-то, что выглядит как крем. Я еще не успела ее прям распробовать, но мне показалось, что из-за того, что она не гелевая консистенция, а такая плотненькая, в целом она более увлажняющая, чем вот те маски, которые полупрозрачные и гелевые. От нее нет никаких ощущений, несмотря на то, что здесь есть сок лайма, и могло бы быть то же самое чувство, что и в маске, что от маски после вечеринки, где есть сок грейфрута, и от которой прям в лицо так пощипывает, покалывает. Здесь такого нет, просто ты с этой маской ходишь, как ни в чем не было, потом смываешь, ну и кожа просто чуть-чуть увлажняется, также выравнивается. Я все маски держу в холодильнике, на всякий случай, вдруг они пропадут, поэтому все они для меня оказывают такое легкое противотечное действие, освежают лицо, но помимо этого она как бы сильнее увлажняет, чем вот те маски гелевые. Это пока все, что я могу про нее сказать, на самом деле, больше она меня как-то ничем таким не удивила. Наверное, стоит все-таки про нее подвискать какие-нибудь отзывы, потому что сама я на них ни разу не натыкалась. Переходим к серии с блогерами. Здесь у меня есть пилинг, выпускник, эко-тест, гелевый пилинг для яйца, кислоты АХА, БЭХА, экстракт вербена, экстракт цедры лимона. Это от блогера Алона Эко, я не знаю, какую девушку. В общем, этот пилинг стоит уже 350 рублей. Мне очень понравился этот пилинг. Сначала я, опять же, нанесла его тонким слоем, когда первый раз пробовала, и, ну, результат был так себе. А потом я нанесла его плотным слоем. Мне кажется, это с пилингами особо важно, потому что, если нанести их, опять же, тонким слоем, этот слой быстро высыхает, и из-за того, что он уже сухой, как-то он не особо работает с вашей кожей. А вот если прям плотненько нанести, то верхний слой постепенно высыхает, а нижний слой все это время еще работает. И тем самым у нас продлевается время первого активного влажненького слоя. И вот, когда я попробовала так сделать, тогда прям вот он заработал как надо, лицо прям у меня зарубянилось, покраснело. Я его подержала минут 10-15 где-то так, и вот супер результат был. Кожа была такая блестящая, обновленная, действительно отшелушенная. У меня еще вот здесь воспаления всякие появились в последнее время. Им тоже полегчало со временем. Я этот пилинг после этого начала частенько использовать. Мне кажется, что если приложить к нему пленку для лица еще, то вообще эффект будет просто вау, как будто бы заново родился. Еще одна маска из серии с блогером. Это у нас ультрамаск. Очищающая, 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 отшелушивающая маска для лица, ах, кислоты и клюквенные кислоты. От блогера Острикова. Эта маска, по идее, также содержит в ее какие-то кислоты, как я только что прочитала, но она глиняная. Пахнет эвкалиптом. На самом деле, когда ее наносишь на лицо и сидишь, мне такое ощущение, как будто бы пеносолом обмазалась. Но маска неплохая. Не сказать, что она работает как пилинг, и такого прям эффекта я не заметила, но она хорошо подсушивает такие воспаления, так выравнивает тон лица. Я ее, опять же, храню в холодильнике, но даже когда я ее хранила не в холодильнике, был такой раз, я ее также плотненько нанесла, подержала 15 минут, и как-то вид был сразу чуть менее уставшим. Я еще в вечер взяла маску, поэтому контраст был заметен. Не сказать, что эта маска прям какая-то супер-классная, но я слышала от нее такие отзывы, что она вообще не работает, полная фигня. Ну, а также есть и восторженные отзывы, где просто говорят, что это потрясающая маска. Я подписана на этого блогера, и часто вижу, как он в свою историю делает репосты с историей людей, которые купили эту маску, и просто нереально ей довольны, хвалят ее и говорят, что это просто замечательная маска. У меня, конечно, такого супер-классного эффекта не было, но она все-таки работает, поэтому не сказать, что я ее купила зря. Опять же из-за того, что в составе есть эвкалипт или ментол, от нее очень такое приятное, бодрящее, освежающее чувство, холодка по коже, когда твоя кожа жирная, с какими-то воспалениями, и ты чувствуешь, что она просто ей плохо, и вот тогда эта маска приходит и своим божественным холодком все исправляет, расслабляет, успокаивает, подсушивает, и в целом заставляет поверить, что все будет в порядке. И так со временем, в принципе, она установится. Я вообще люблю такие маски, от которых есть такое ощущение, как будто бы там что-то происходит, холодок, сжение, покалывание, все это вот я прям люблю, я думаю, ооо, там что-то работает. И еще одно невероятно популярное средство это глазкин крем. Здесь у нас уже коллаборация с эдитером Ворслав. Я даже не знаю, кто это. Но это не важно. Средство очень популярно, потому что я даже когда вводила Organic Kitchen в поиске гугла 5 минут назад, первым делом в строке появилось вот это средство глазкин, и говорят, что какое-то время его очень долго нельзя было купить, такой вот был хайп вокруг него. В целом, наверное, так было, потому что это очень универсальное средство. Это успокаивающий, сияющий крем для ухода и макияжа. 5 в 1. Это вот такой крем. Это даже не крем, скорее, а какой-то очень плотный бальзам. Если наносить его на кожу, то остается такая легкая, жирненькая пленочка. Легкая, жирненькая, сложно определить. Здесь у нас 5, сколько, 5 ма... От него очень такое увлажняющее чувство. От этого крема такое очень увлажняющее чувство. Не случайно его советуют использовать, во-первых, как ежедневно увлажняющий, успокаивающий крем для лица. Мне кажется, для очень сухой кожи или на зимний период. Это хорошая рекомендация, потому что прям вот такой питательный, прям такой увлажняющий и такой маслянистый. Так же, как бальзам для губ я пробовала. Но как бальзам для губ именно на выход не стоит, под него такой белый налет остается. Но если вы дома находитесь на ночь, в принципе, работает, да. Так же, как бальзам для кутикулы. Тоже почему нет. Крем для сухих участков лица и тела. Ну, опять же, да. И как хайлайтер для влажного сияния. Можно наносить даже навеки. Вот. Вот тут, конечно, странновато немножко. Но в целом я понимаю, о чем идет речь. От него действительно такое... Не знаю, здесь не будет, наверное, видно. От этого крема действительно очень влажное сияние на лице. То есть он не как матовый крем высыхает. И даже не просто как крем, не матовый. Но он прям конкретно так блестит. Но блестит он не из-за того, что там есть какие-то цвета отражающие частички, а потому что он сам по себе такой маслянистый. Дело в том, что сюда входит 13 органических масел, эффективно увлажняющих кожей. Делаю ее мягкой, нежной, бархатистой, бла-бла. Депантенол защищает от воздействия окружающей среды. Ну, в общем, наверное, за счет того, что там есть в 13 масел, как раз-таки он так и блестит. Не знаю, можно ли действительно его использовать как хайлайтер, потому что если его использовать на тон, то, скорее всего, он будет разъедаться. Но даже если он не будет разъедаться, то как-то ходить с такими прям влажными щеками по улице, наверное, не стоит. Все-таки всякая пыль, грязь будет лететь. Но если вы любите фотосессии, или вам нужно для фотосессии, это очень хороший вариант. Щеки мажешь, и как будто вот только что из бассейна выползла, и вся такая влажная русалка какая-то. Когда я покупала это средство, я не думала, что прямо оно такое популярное. Я его купила просто потому, что я его потрогала. Решила, ну, крем как крем. Ну, да, очень плотный, да, очень увлажняющий, да, такой очень мысленистый. Намазала его на руки, вот так вот, в магазине, и пошла дальше выбирать себе там все, что я хочу. А потом думала, боже мой, какое потрясающее увлажненное чувство. Что же, что же я, что я намазала? Что? А, это же глазки. Вот тогда-то я его и взяла, потому что решила, что это действительно очень хороший крем. Это были средства для лица, но также у меня еще есть средства для волос. Это маска для волос с авокадо и органическим маслом фисташки. Здесь обычная серия. Также маска стоит 100 рублей, но поскольку это маска для волос, я уже не могу сказать, что это вау, маска для волос за 100 рублей, потому что ее всего лишь 100 миллилитров, и на мои длинные волосы, а они у меня еще не самые длинные, и не самые густые, в общем, как-то маловато 100 миллилитров, при том, что цена-то прежняя. Но это еще ладно, то же самое есть в серии с блогерами, там также есть маска для волос, которая стоит уже по 350 рублей, а объем все также 100 рублей. За 350 рублей, мне кажется, можно купить уже вполне себе хорошую маску, где объем будет не 100 миллилитров, а хотя бы 400, кстати. Вот, есть замечательная маска от Фруктис, ну как замечательная, это, конечно, спорный вопрос, но лично мне она нравится, она такая же, 98% натуральных ингредиентов здесь написано, то есть она тоже такая вся органическая, без силикона, без парабенов, все вот это вот, но здесь 390 миллилитров, и стоит она, в принципе, также 300 рублей. Плюс я ее купила со скидкой за 150. Поэтому, как мне кажется, органически сейчас стоит пересмотреть немножко этот вопрос, и сделать либо цену на маске для волос чуть поменьше, либо объем увеличить, потому что, ну, это как-то несерьезно. Мне маска, в принципе, понравилась, но покупать ее еще раз, наверное, не буду, потому что хватило мне ее, ну, совсем на пару раз буквально, и здесь уже осталось, ну, раза на 2-3 для меня. Я люблю наносить маски для волос прям погуще от души, так что прям все пропиталось, потому что иначе для моего смысла это не будет никакого иметь. Так что для меня это скорее как travel size. Теперь, собственно, о свойствах маски. Как оказалось, да, действительно она мне понравилась, но здесь нужно понимать, что это маска без, опять же, силиконов, парабенов, и поэтому моментального эффекта разглаживания и вот всего того, что люди обычно ожидают от масок, где есть все эти ингредиенты, такого не будет. Поэтому здесь есть два типа людей. Так вот, в случае с маской от фруктис, которую я показывала, есть люди, которые говорят, что, боже мой, она вообще ничего не делает, я ее и так, и сяк, и держала и 10 минут, и 5 минут, и пакетик на голову надевала, и прогревала, а толку никакого нет. Вот мне кажется, что тем, кому не нравится маска от фруктис, также не будет в восторге от этой маски, потому что она, в принципе, так же работает. Она увлажняет волосы, но по-натуральному, не так, как делают маски с силиконами, которые делают, скорее, косметический эффект, нежели какое-то реальное восстановление. Я, конечно, маски с силиконами тоже люблю, но и от этих масок не отказываюсь. Главное, как мне кажется, с такими масками держать их подольше, не жалеть их, то есть наносить много, не там горошинку, как, опять же, в случае с силиконами масками. Да, там главное не перебарщивать, потому что если нанести маску прям много, то волосы будут жирными, и уже надо мыть её буквально в следующий день, а не проще эту сосульки, ну, потому что силиконы могут очень утяжелить волосы. И здесь же можно не скупиться, намазать волосы от души, подержать подольше, и тогда будет эффект таких увлажнённых, разглаженных волос, но без вот этого утяжеления. Чем мне, собственно, нравятся такие маски? Они, естественно, не утяжелят волосы, они остаются такими более пушистыми, объёмными, и как-то не такими уж слишком гладкими. Ну, а на этом всё. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я очень надеюсь, потому что у Organic Kitchen сейчас огромный спрос, и без отзывов даже как-то боишься что-то брать, потому что глаза разбегаются, и хочется сначала узнать, о каком у него средстве, что оно там вообще делает, как оно работает, ли оно. Поэтому я надеюсь, что если вы что-то хотели купить из тех средств, которые я показала, это видео помогло вам определиться, нужно вам это средство вообще, или может, ну его нафиг. Спасибо вам за просмотр, если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, я буду очень довольна и очень рада, буду чувствовать себя молодцом. Ну, а на этом всё, спасибо ещё раз за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok